Есть и некоторые плохие новости для тех, кто старается питаться здоровой пищей. Исследования, в которых изучалось потребление с пищей различных питательных веществ, показали, что веганы, как правило, недополучают рекомендуемое суточное количество трех питательных веществ – кальция, йода и витамина В12. Правда, если применять те же критерии, всеядные испытывают дефицит поступления с пищей целых семи питательных веществ – кальция, йода и еще пяти других. И все же, европейское проспективное исследование рака и питания в 2008 году показало, что веганы, не получающие достаточного количества кальция, имеют повышенный риск переломов костей. У тех, кто получает достаточно – 600 мг в день – все было в порядке. Но вы же знаете, недостаточно просто интеллектуально понимать, что растительные источники питательных веществ превосходны. Нам нужно применять эти знания на практике. Усвоение кальция из капусты и брокколи в два раза отличается от такого молока, но мы снижаем уровень абсорбции практически до нуля, если мы позволяем зелени просто гнить в холодильнике, или когда мы не покупаем ее в первую очередь. Было бы прекрасно, если бы мы обладали способностью каким-то образом усваивать питательные вещества из фруктов и овощей, просто глядя на них на прилавках продуктовых рядов. Но нет, нам нужно их съедать. Пусть дело санитарной реформы будет на виду. Такова весть, которую мне поручено нести. Покажите ценность санитарной реформы, чтобы люди повсюду осознали ее необходимость. Однако ни в коем случае не отстаивайте голодную диету. У всех нас есть возможность полноценно питаться, не прибегая к мясу.